Нет, ребят, я считаю, что эта декорация совсем не подходит для нашего ролика. Давайте, что-нибудь придумайте, а я пошла. А, ты куда? А у меня важные дела. Интересная Света, конечно. Что у нее за такие важные дела? Важнее, чем съемки и канал Лунамосик. Вообще, я не понимаю. А давайте, ребят, вместе проследим за Светой. Что это за дела такие у нее, которые более важные, чем целый канал? У меня есть идея. Отлично. При Никите и Диме в последнее время стали, ну, очень любопытны. Ну, подумаешь, свалила я от них по своим делам. Может, у меня очень важные дела? Да-да, важные. Вы что, сомневаетесь во мне? Ну, подумаешь. Ладно, я двойки по математике и по русскому получила. И мне нужно как-то их исправлять. Фух, так. Отлично, все вещи взяли. Ну, переодевайся давай. Сейчас переоденусь. Ну, ты что взял? Это перископ. Короче, ребят, мы решили переодеться, чтобы Света нас не узнала, если вдруг. А еще взяли с собой самое настоящее шпионское оборудование, чтобы следить незаметно за Светом. Смотри. Это, подожди, я смотрю здесь, а вижу вот здесь. Получается, даже так подглядывать можно. Интересно. Ладно, давай переодеваться. Переодеваться. О, отлично. Подготовились. Я считаю, я вылитый Ватсон. А я вылитый Шерлок Холмс. И даже лупа есть, ребята. Мы подготовились на все 100%. И сейчас мы пойдем следить за Светой. Знаем все ее секреты. Как думаете, что она скрывает? Напишите в комментариях. А мы пошли 24 часа следим за Светой. Дима, аккуратно. Главное, чтобы она нас не заметила. А вот и ее дом. Вы, как обычно, правы, Ватсон. Говоря, очевидные вещи. Замок. Очевидно, закрыт. Никита, хватит. Как заходить-то будем? Использую анализ окружающей среды. Где-то здесь лестница. Ну да, Никита Шерлок. А вы говорите, не очевидные вещи. На видном месте лежит лестница. Пошли. Поднимаем. И побежали. Так. Математика. Математика. Мишка, пошли. Без тебя не получается уроки делать. Раскладывайте, раскладывайте, друг мой любезный. Так. Да, с логикой вам нужно бы поработать. Шерлок, а вы не прифигели? В эту сторону, Шерлок. Вот. Фух. После вас. Мне нельзя. Это еще почему, Шерлок? Я слишком важный. А ты второстепенный персонаж. И вообще я придумал следить за Светой. Давай лезь, я подержу. Смотри, чтобы она тебя не увидела. Шерлок, чисто. Можно залезать. Ну залезай. Какой вы умный, Шерлок. Шерлок, уже устал работать с непрофессионалами. Отойди. Спокойней, Шерлок. Вы привлекаете слишком много внимания. Тихо, пойдем. Шерлок, а как же лестница? Ее явно заметят. Да, с этим нужно что-то делать. Может быть, я залезу на забор и подниму ее как-нибудь? Батсон, 21 век. Технологии и метод. Дедукции. Ключ под ковриком. Я всегда так делаю. Вуаля. Шерлок, я восхищаюсь. Вас что, и гениальностью? Но почему вы не могли сами залезть и открыть мне ворота? Я взошел спокойно. А тебе что, отдыхать все это время? Не понял, чего он меня уведет. Блин, опять это математика, а? Звон. Хватит уже в этого Шерлока играть. У святой комнаты на втором этаже. Нужно лестницу подставить. Ты что, я не полезу? А я что ли полезу? Я вообще вот что придумал. Закрой ворота. Точно. Какая универсальная лестница. Да, сэр, универсальная. Подставляем. О, отлично. Ну, прошу. Не, 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 Диман, ты лезь. Опять я первый. В смысле, а тебе кому-то не интересно? Давай, давай, давай. Тебе интереснее, чем мне, я знаю. Почему я постоянно огребаю? Держи хотя бы нормально. Потому что ты и Ватсон. Шерлок. Руку слоу убери. Лезь, давай. Шерлок, я не дотягиваюсь. Ну, у тебя же висит предмет. Вот этот самый лучший на свете. Перископ называется. Ну, не тупи, давай, давай уже. В одну смотришь, через другую видишь. А что все такое маленькое? Ну, значит, не в ту смотришь. Никита. Ой, Шерлок, возьмите. Ну, что там видно? Она сидит за столом. Что-то пишет. Странно. Что может писать Света, сидя за столом? Шерлок, у меня есть догадка. Мне кажется, она делает домашнюю работу. Не похоже на Свету. Думаю, нужно провести анализ местности. Тогда мы поймем, что она там пишет. А вы с нами, ребята? Давай, Дим, слезай, хватит. Слезаю. Слезай. Так. Домашку делать точно не может. Тогда бы она нам сказала. Важное что-то. Может, заговор. Проверим. А лестница? Да пусть тут стоит. Мало ли, топ приходил. О, открыто. Удивительно, она всегда открыта. Шерлок. Ты чего так громко? Да не громко я. А обуви куда девать будет? Да здесь только обуви. Что-то даже незаметно будет. Вроде чисто. Посмотри, там есть кто-то. Вроде нет. Нужно теперь план заставить. Давай там. Не получается у меня ничего. Ребят, вот если бы у меня на канале было бы 10 миллионов подписчиков и была бы бриллиантовая кнопка, я бы перестала об этом думать. И думала бы об уроках. А я не могу. У меня все мысли только об этой кнопочке. А у меня только серебряная и золотая. Вы все не подписываетесь. И поэтому я не могу нормально думать об уроках. Пишите все же, ну пожалуйста. Ну вам же не сложно, а? Пойду я себя порадую чем-нибудь прикольненьким. Никому ни слова. Ребят, вы же помните вообще никому ни слова. Куда это она залезает? Обалдеть. Ватсар, я думаю здесь нужен метод дедукции. Да какой метод дедукции? У нее там походу тайная комната. Точнее тайный подвал. Ребят, ну как вам мое тайное убежище? Точнее тайная комната. Я так думаю, что у каждого человека должно быть то место, в которое он должен прийти. И его вообще никто не должен доставать. Особенно такие мальчишки, как Никита и Дима. Офигеть. Ну что, пошли. Ты что? Она нас там увидит. Давай перископом. Да, точно, вставай. У меня тут попи-то, цветочки, подушечки. А еще самое главное. Я понимаю, что я большая. Я понимаю, что я взрослая. Ребят, ну я просто не удержалась и купила их. Это самые настоящие куклы принцессы Дисней. У меня уже есть Ариэль, Белоснежка и Анна. Но я дала себе слово, что я соберу всю коллекцию принцесс Дисней. Так, Ариэль, ты у меня сегодня в синем платье, поэтому ты будешь на синей подушке. Белоснежка на желтенькой, а ты Анна на розовой. Тебе я сделаю хвостики. Или хвостик. Тебе косички, а тебе и так хорошо. Я аккуратно прям поднимаю. Ну давай, смотри. Видно? Видно. На, постри. Офигеть. Зелененькие ботиночки. Анна, они тебе прям идеально подходят к платью. Желтенькие, голубенькие. Так, значит тебе зеленые ботиночки. Она спряталась от нас, чтобы поиграть куклу. Ну конечно, если бы я играл в машинке, я бы тоже никому не стал об этом говорить. Да это же куклы принцессы Дисней. Анна, Белоснежка. Моя сестра их любит. Где Света их купила? Сейчас, сейчас, минуточку. Вот, ботиночки. Так, вот тебе. Косички. Так, вот так, вот так. Не понял. Ты что, тоже хочешь этих кукол что ли? Да я же не для себя, а для сестры. Знаешь, как она обрадовалась бы этому подарку. Отстань, играй в свои машинки. Дим, ты чего? Я давно уже не играю в машинки. Она идет. На лестницу. Ты чего остановился? Последить же надо. Что она так делать будет? Вы же помните вообще никому. Никита, что там происходит? Кажется, Света решила покушать. Напитать дальше. Ай, вкуснятина. А что вы удивляетесь? Ну да, у меня странное пристрастие к еде. Ну что тут такого? Хлеб, сыр, варенье и майонез. Это же вкусно. Только вообще никому не говорите, а то меня не так поймут. Что видишь? Дима, это уже вообще... Она знаешь, что только что сделала? Бутерброд с майонезом, вареньем и сыром. Фу, и ест его. Все походу крэйзи. Ужас. Ммм, брокколи. С сметаной. Уже место попкорна. Она еще брокколи любит. С сметаной. Ребят, представляете, брокколи со сметаной. Это вообще... Столько секретов о Свите узнали. Мне уже само проти настал. На ты подглядывай. Думаешь, я хочу. Обожаю. Она телек, походу, пошла смотреть. Не самое худшее. А ему телек надо будет дать. Сколько можно телек смотреть? Это ничего не ехать. Это что такое было? Ты что делаешь? Все, все, выключился. Так, стоп, я же одна дома. Асимски у меня никакой нету. Вот это ты нас подставил. Блин, не послышалось или нет? Да нет. А может, у меня того уже крыша едет? Блин, надо идти в душ. Секи-палки. Ай-яй-яй-яй. Ну что? Она ушла. Куда? Ну я полагаю, что она пошла в душ. Она же сейчас в сметане живет. Чисто. Я на солнышке лежу, я на солнышке лежу, я на солнышке лежу. Я останусь одна. Ты вернешься, я уйду за тобой. Вот она. Опа. Куда? Твои мне пошли сюда. Быстрее, быстрее. Мам, они мамочки. Так, я была в доме одна, а тут двери хлопают, эсэмэски приходят. Это что у меня? Призраки в дом появились. Спокойно. Или у меня крыша едет? Или призраки? Или крыша? Вроде бы ушла. Какой план действий? Но мы ее напугали. Значит, по-любому из дома сейчас валят, и нам нужно валить. Вот, кстати, та еда, которую она ела. Куда дальше? Дальше интересней. Спокойно, спокойно. Мне нужно найти ребят. Так. Так, надо еду спрятать. Кто придет еще, сожрет всю мою еду. Молодцы, призраки. Ну, ребят, все-таки еда успокаивает. Призраков не существует. Это все детские сказки. А знаете, все уже налаживается. Но, ребят, все же лучше найти. Я пошла. Кажется, за мной следят. А вдруг это шпионы? Надо срочно позвонить Никите или Диме. Никит, ну возьми трубку, ну возьми. А что тут лестница делает? Никит, ну пожалуйста, возьми трубку, а? Ты что остановился? Ничуть не спалились. Она звонит. И что делать? Ну, отвечай. Только делай вид, что ты в кино. Тихо говори. Да-да-да, все. Алло, Свет. Я в кино. Мне кажется, что за мной следят шпионы. Тут прям лестница стоит к моему окну. Ты что, Свет, какие шпионы? У тебя что, крыша поехала? Да в смысле крыша поехала? Я слышала, как кому-то смс пришла, и кто-то чихает. Свет, да не говори ерунды. Шпионов не существует. Ладно, все, фильм начал, все. Потом прижуню. Нашел время чихать. Тут чихают, там чихают. Ребят, я поняла. Оказывается, Никита и Дима со мной шпионят. Ну они, я их тоже пранкану. Они что, мои секреты хотят узнать? Ну ничего, сейчас такие секреты узнают. Слышал? Походу, она зашла в дом. Так только она дверьми хлопает. Продолжаем наблюдение. Я им сейчас такое устрою. Пойдемте со мной. Ребят, я включила воду для того, чтобы ребята меня не слышали. Я сейчас позвоню и закажу себе самый огромный букет цветов, чтобы они подумали, что у меня есть поклонник. Ишь, шпионить они вздумали за мной. Алло, здравствуйте. Да, да, мне, пожалуйста, огромный букет цветов, да. Доставай перископ. Прошу, вот сюда. Ну я же знаю, что они там за мной наблюдают. Пусть подумают, зачем мне это все. Ну что там? Чемодан. Зачем ей чемодан? Она что, в отпуск собирается? Да нет, она бы сказала. Ну да. Да опять ее очередная странность какая-нибудь. Как с бутербродом и вареньем. Может она в институт ходит с чемоданом? Или в магазин? Или вообще просто по дому. Наконец-то. Она уходит, уходит. Пошли с другой стороны смотреть. Куда она побежала? Не знаю. Спасибо за доставку. Как же я люблю, когда он дарит мне цветы. Чего? И кто-то пришел цветы. Интересно, кто это может быть? Она идет, бежим, бежим. Это так романтично. Блин, они тупают, как слоны. Шпионы фиговы. Кажется, я их заинтриговала. Двигаемся. Чисто. И этом нету. Ты видел вообще эти цветы? Да, такой пакет красивый. Похоже, у него реальные секреты от нас. Я считаю, нужно выяснить. Прояснить этот момент. Это уже не шутки. Моей самой прекрасной и любимой девушке в честь нашего отъезда. Люблю. Ты слышал это? Слышал. Значит, у нее есть парень. И вот зачем ей чемодан-то нужен. Она с ним куда-то уезжает. На веранду. Оттуда будем наблюдать. Быстрее, быстрее. Ребята, а сейчас я их заставлю поверить реально в то, что я решила уехать и забросить свой канал. Я думаю, морковь про им больше не нужна. И свето кемер. Быстрее. Быстрее, Ацена. Чего там? Чего? Она собирает золотые кнопки и в чемодан их кладет. Конечно же, Луна Масик. Правда, не бриллиантовая кнопка. Все потому, что вы не подписываетесь. И ноутбук берет. Все в чемодан складывает. Это, получается, она самые ценные вещи собирает. Зачем они ей? Господи, какие хлопки. Это там булбочек. Это мне надо. Надо мне там редукции. Да, посмотрите. Она, получается, берет ценные вещи. Ей подарили цветы. В чемодан все укладывает. Она уходит. И еще уходит. Она куда-то собралась. Вы гениальны. Сейчас такое устрою. Идет, идет. Чего там? Ребят, как вы думаете, они видят, что я делаю? Чемодан положила в гелик. Интересно, зачем? Села в гелик. Она, походу, собирается уезжать. Ну, если он заведется, то она собирается уезжать. Он завелся? Я гений. Что мы делать будем, гений? Ну, за ней, за ней. Мы побежали. Ну, сейчас я им устрою. Сейчас они такое увидят. Блин, уехала. Что делать? Ну, на перевес побежим, пока гелик в объезд будет ехать. Ну, поезжай. Так. Гелик туда. Мы, значит, туда. Ну, все, осталось теперь подождать, пока эти лопухи прибегут ко мне. Продолжаем пранковать, ребят. Да блин, они там что, короткой дороги не знают. Вот они придут, увидят то, что я вещи собираю в коробку. И уезжаю, и канал закрываю. Вот их эмоции увидите. Кнопка подписаться. Гигантский копит. Большой чупа-чупс. Деньги. Что она делает? Вещи собирает цены. И флаг канала Луна Мосик. Знаешь, я вообще очень рада, что мы с тобой решили закрыть этот канал и вообще переехать в другой город. Я люблю тебя. Ты слышал это? Закрыть канал. И кого-то любит и переехать в другой город. И все это без нас? Угу. Мы создадим с тобой новый канал. А эти лутеры вообще никогда не узнают, куда мы с тобой переехали. И вообще, куда я пропала. Да, сейчас. Сейчас я удалю канал. Да, да, да. И тебе перезвоню, да. Вот, вот прям сейчас и удаляю этот канал. Что, Света, ты тут говоришь? Какой удалять канал не надо? Не позволим. Ну и с чего это вы мне не позволите? А с того, что мы за тобой следили и все знаем, что ты собралась. Канал удалять, у тебя там это, любимый твой есть парень. И вообще, дружбе конец. А вот с этого места поподробнее, что следили за мной, а? Вам кто вообще давал право за мной следить? Вырядились тут как Ватсон и Шерл Холмс. Да никак. Просто обычная одежда. И вы вообще не поняли, что это был всего лишь обычный пранк? Ты знал. Да, да, я вообще не собираюсь удалять канал. Я поняла, что это вы за мной следите. Вы вообще думаете, когда бегаете как слоны по всему двору и по всему дому? В смысле, а вот это вот те цыки дарили? Это я сама себе заказала. То есть ты точно не будешь удалять канал? Да не буду я вообще канал удалять. Просто, ребят, не надо за мной, пожалуйста, следить. Ну и в конце концов, у девочек же могут быть свои секреты и планы.